Ялта и Чехов связаны неразрывно. Именно здесь были созданы шедевры русской прозы. Студент, архиерей, на святках, Чайка, Три сестры, Вишневый сад. Написанные Антоном Павловичем Ялти пьесы более ста лет ставятся во многих театрах мира. В сентябре 1899 году писатель приехал в небольшой ялтинский домик вместе с сестрой и мамой. Здесь и провел последние годы. После его смерти дом практически сразу стал музеем, которым руководили сестра Антона Павловича Мария и супруга Ольга Книперчехова. Первый раз Ольга Леонардовна была в этом доме еще в 1999 году. Они с Чеховым, она была в Мелехове в гости приезжала, когда в Москве был Антон Павлович. А после этого она уехала на Кавказ брату отдыхать и Чехов уехал в Таганрог. Они стали переписывать. Началась первая переписка. И Чехов ее приглашает. Практически все об Антоне Павловиче Чехове знает экскурсовод Алла Васильевна Ханила. Она старейший сотрудник музея. Ее первым руководителем и наставником была сама сестра великого драматурга Мария Павловна Чехова. Когда я в 1953 году поступила на заводченное отделение института, когда я сдала экзамен и приехала, Мария Павловна меня поздравила. И тут же, знаете, так как-то радость у нее с лица сошла. И говорит, ну вот, теперь вы закончите. А у нас никого не было с высшим образованием одного человека. Она говорит, вот вы закончите и уйдете работать в школу. Я сказала. Я говорю, Мария Павловна, я из этого дома никогда не уйду. И вот я говорю, вот я выполнила свое, то, что я пообещала, я выполнила. Итак, на протяжении 70 лет Алла Васильевна служила дому музея. Во многом, благодаря ее упорству, памятник культуры национального значения не застроились со всех сторон. А попытки были и неоднократно. Внутри дома все практически сохранилось, как при жизни великого прозаика. Вот рабочий кабинет, который специально обустроили так, чтобы зимой писателя не беспокоили ветра. А вот тот самый телефон, который непрерывно звонил всю ночь после пьесы «Дядя Ваня». Рядом любимые Антоном Павловичем мятные леденцы. Коробочку со сладостями пополняла мама писателя. Алла Ханила настояла на том, чтобы вещи драматурга из дома в Подмосковье перевезли именно сюда, в Ялту. Так около полутора тысяч экспонатов пополнили коллекцию музея. Самый ценный экспонат – картина Исаака Левитана 1885 года «Река Истра». Художник первым приехал в гости к Антону Павловичу Чехову. Говорят, если долго вглядываться в пейзаж, кажется, вода просочится сквозь рамы и польется рекой. Ежегодно 29 января все жители гостей Ялты приходят к Чехову. В этом году, в 158-й день рождения писателя, сотрудники музея открыли мультимедийную выставку портретов и фотографий драматурга. Чехова любили многие художники, но для них он был неуловим, потому что не любил позировать. Мультимедийную портретную выставку так и назвали «Неуловимый Чехов». Чехов неуловим. У него было что-то необъяснимо нежное. Писали его очень известные художники. Это и Левитан, и брат Николай Павлович Чехов, и чуть-чуть позже Брас, такой знаменитый портретист. И Валентин Серов сделал великолепный набросок к портрету Чехова. Антон Павлович Чехов любим и популярен до сих пор. Об этом говорят малые чеховские чтения. Своими знаниями о жизни и творчестве драматурга делятся школьники из Севастополя, Москвы и Крыма. Чехов – это даже, можно сказать, революционер в литературе, то есть новатор. Собственно говоря, наши доклады, наша научная работа заключается в том, чтобы мы нашли что-то новое, какую-то свежую кровь в Чехове. Не только в его творстве, но и в его жизни, в его отношении, в его продолжении, например, как в музее. Поэтому Чехов – новатор, Чехов – великий писатель. Маленький домик большого писателя Чехова, человека, любившего своих современников и знавшего про них все, ждет гостей. Он всегда открыт для добрых людей, как сердце великого драматурга. «Скажите, отчего мне станет безоградно» Мэри Бадунс, Виталий Козловский, Максим Мыльников, Севинформбюро, Ялта.